Почетных гостей встречают уже на входе в здание, где развернулся военный городок. Ветеранов приветствуют люди в военной форме 40-х годов. Здесь же выставлена мототехника времен Великой Отечественной, благодаря которой в том числе удалось одержать победу. Героев чествует уже в здании областной прокуратуры. Только в первые полгода войны на фронт ушли более 70 сотрудников ведомства. Будущему прокурору Георгию Копишникову тогда было всего 16. За боевые заслуги и победу над Германией Георгий Анисимович был награжден медалями. После войны 35 лет отработал в облпрокуратуре. Сегодня ему 90, а на парадном кителе новая награда за отличную работу и верность закону. Всем ветеранам вечная слава. Чествовали и тех сотрудников ведомства, которые в годы войны ковали победу в тылу. Сергею Нинашеву тогда было 11 лет. Выполняли работу тяжелую, которая была под силами мужчинам. Не роптали ничего. Делали так, как положено. И поэтому я считаю, этим самым мы способствуем тоже выполнению лозунга «все для фронта, все для победы». Работе в прокуратуре Сергей Андреевич также отдал более 30 лет. Сегодня и он удостоился очередной награды. Медали к 70-летию победы вручат каждому ветерану. Тем, кто не смог прийти сам, награды передадут родственники. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Продолжение следует...